Высокое кулинарное искусство мастера кондитерской планеты в очередной раз удивили не только зрителей, но и жюри фестиваля «Гостеприимная Чувашия». Композицию в ожидании торжества видели и мои коллеги. Свадебное платье, уютное кресло с настольной лампой, незаконченная вышивка крестиком – вполне обычный интерьер комнаты молодой девушки накануне свадьбы. С той лишь разницей, что экспозиция кондитерской планеты вся съедобная. Наряды сладкой мастейки, картины из пряников, торшер из макарон и заварного теста. Автор последнего шедевра признается – понадобилось не только мастерство, но и физическая сила. Заварное тесто, в принципе, густое, поэтому если из корнетика его саживать, просто у пергамента он просто лопнет. Специальная пленка берется, корнет делаем, и через силу выдавливаешь вот эти мелкие-мелкие, получается, ажурные кружева. В то, что это не вышивка, а картина из глазурной нити толщиной 2 мм, поверить очень сложно. Но у нас есть доказательства. Накануне фестиваля мы застали мастеров за работой. Говорят, что тренировались больше месяца, прежде чем получился конкурсный вариант. Потраченные продукты, время, силы и нервы окупились в старицей. Даже капитан российской сборной по кондитерскому искусству Елена Сучкова, хорошо знакомая с творчеством мастеров кондитерской планеты, и та была приятно удивлена. Вот такого точно аналога нет в Европе. Это индивидуальная работа, мы ее тоже оценили, эту картину. Я думаю, что если ее повезут в Европу, то она получит медаль. И я думаю, что в республике у вас есть кем гордиться. Я считаю, что это жемчужина не только Чуваши, это жемчужина вообще России, потому что здесь настолько высокий уровень работ, что я сказала, вам надо прямая дорога в ноябре ехать в Люксембург. В Люксембург на чемпионат мира по кондитерскому искусству наши действительно поедут. А пока обе работы, и торшер, и вышивка глазурью, стали победителями фестиваля «Гостеприимные Чуваши». Елена Гальперина, Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.